Акцент 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 сфотографироваться и, соответственно, конечно же, совсем другой эффект от данного музея, от данной выставки. Расскажите, пожалуйста, каковы составляющие вообще деятельности казачества на Урале? Оренбургское казачье войско располнено на территории четырех субъектов Российской Федерации. Это Свердловская область, Челябинская, Курганская и Оренбургская. На сегодняшний день ставка войскового атамана расположена в городе Екатеринбурге. Наш войсковой атаман Романов Владимир Иванович, казачий генерал и боевой генерал-лейтенант внутренних войск, бывший командующий Уральского регионального командования внутренних войск МВД Российской Федерации. На сегодняшний день на территории Свердловской области казаки занимаются различными видами деятельности. Ну и, конечно же, в первую очередь мы ставим перед собой задачу воспитания подрастающего поколения. Это работа с кадетами. У нас на территории области существует уже два кадетских корпуса казачьей направленности. Это Первый Уральский кадетский корпус в Богдановиче и в Калиновке, в городе Екатеринбург, бывший лицей милиции. Я знаю, что во время летних каникул у вас были особые казачьи лагеря, куда родители мои знакомые с удовольствием детей отправляли и знали, что они с 6 часов утра и до 9 часов вечера заняты. Так расскажите, вот какова программа «Один день рядового казака»? Ну, это проходит по программе «Казачий дозор», который организован был и пилотно запустился на территорию Свердловской области, и он нашел отклики в других областях, где расположена Оренбургская казачья войска. Конечно же, это идет по программе близкой до призывной подготовки молодежи. Подъем, подготовка, завтрак, потом идет физическая подготовка, спортивные мероприятия, а также и военно-прикладные. То есть вы понимаете, что казаки могут стать такой основой безопасности Российской Федерации и тренируете не только дух, но и в физическом смысле ребят воспитываете. А скажите, пожалуйста, я знаю, что казаки активно занимаются и экономическим развитием, не только казачества, но и регионы в целом. Так вот, каков ваш вклад? Конечно, на сегодняшний день правительство Российской Федерации и правительство Свердловской области и правительство других регионов по своему встречу к казачеству принимаются законы, подзаконные акты, которые облегчают интеграцию казаков в финансово-хозяйственную деятельность на территории региона. Так внесены изменения в земельный кодекс относительно земель сельхозназначения. Сейчас рассматриваются изменения в лесной кодекс. Казаки традиционно, исторически осуществляли хозяйственную деятельность у себя на землях, которые были наделены атаманами за боевые заслуги. И, соответственно, конечно же, в первую очередь мы рассматриваем развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. На территории войска создан сельхозкооператив, который начинает свою деятельность. Мы объединяем сельхозпроизводителей, казаков, которые занимаются фермерским хозяйством. Например, 26 сентября мы будем проводить казачью ярмарку-фестиваль на территории областного рынка, где казаки будут выставлять свою продукцию, и не только продукцию сельской области, но и других регионов нашего войска. Импорт и замещение, и продовольственная безопасность. Продовольственная безопасность. Андрей Валентинович, что Вам уже удалось посмотреть здесь на Russian Ex-Parms, кроме, конечно, Вашего патриотического мобильного центра? Ну, конечно, в первую очередь, мы наших соседей обошли, посмотрели, это выставка МЧС. Очень интересно, тем более, что у нас подписано соглашение с Министерством путешественной ситуации о взаимодействии. Наши казаки принимают активное участие и в тушении пожаров, и являются членами добровольных пожарных дружин. И та техника, которая на сегодняшний день представлена, уже как участники этих мероприятий, было интересно посмотреть и ознакомиться с новыми образцами техники. Я думаю, что все впереди, техника много, выставка продлится 4 дня, я думаю, что мы еще много чего увидим и узнаем. Ну, а как Вас знаете, вот, например, гости сегодня и завтра, послезавтра будут приезжать на полигон Старатель. Как они могут попасть в Ваш мобильный патриотический центр и принять участие в каком-то действии, шоу? Может быть, привезут своих сыновей, которые потом пополнят Ваши войска? На сегодняшний день мы расположены на территории исторического павильона, исторической территории, где находятся артиллерийские орудия. Можно поучаствовать, посмотреть на казачье оружие, принять участие в музыкальных каких-то мероприятиях. У нас певец, композитор с нами, Евгений Бунтов, может спеть казачьи песни как по инициативе, по собственной, так и по просьбе гостей. Ну и, конечно, мы все ждем завтрашнего дня официального открытия выставки вооружений и военной техники. Как-то к этому дню особенно Вы готовитесь? Ну, мы готовы к этому. Выставка у нас выставлена, все экспонаты готовы, поэтому мы примем участие обязательно в этом. А сколько дней Вы готовились к этому? То есть, вот, за сколько Вы разворачиваете свой мобильный центр? Мобильный центр разворачивается, конечно, быстро, в течение одного часа, но экспонаты мы собираем уже не один десяток лет. Есть экспонаты 16-го века, 17-го, 18-го, есть пищали, есть шашки. Ну, конечно, они не боевые, то есть, они непригодные. Но они все здесь и представлены на выставке вооружений и военной техники в Нижнем Тагиле. Поэтому обязательно приезжайте сюда, на полигон Старатели. У вас есть еще 4 дня для того, чтобы все увидеть своими глазами. Но вы смотрели программу «Акцент» с войсковым старшиной Андреем Третьяковым, кошевым автоманом, помощником войскового атамана по финансовой и экономической работе. Меня зовут Ксения Телешова. Оставайтесь на ОТВ.